Так, ну что ж, вот наше продолжение карьеры за Фаренса Дан Вертона. Так, у нас мы в резерве на матч с утра. Надеемся, что мы выйдем во втором тайме. Ну что ж, погнали. Так, ну что ж, мы выходим на второй тайм. Вот мы. Так, я научился бегать. Опа, беги, беги, беги. Так, и бей. Ну да, удары у нас такие себе, конечно. Но надеюсь, все будет и на нас на вес. Пасуй, пасуй, пасуй. Зачем? Ладно. Так, я не вижу нашего игрока. Ура, гол. Да, хоть мы не поучаствовали, просто потому что я потерял нашего игрока из виду. Не знаю, почему так произошло. Чуть не отобрали мы мяч. Надо защиту, так что может быть прокачать. Таким нападающим, который вырывает мячи. Как фермина, например. Гол. Ну вот нам такой вот ответ дали игроки противника. Так. Так, можем уже убежать. Беги, беги. Форенс, беги. Беги, бей. Гол. Гол. Ну он прям вот убежал от них. Прям убежал, пробежал. Прям вот убежал от противников. Это первый гол Форенца. Просто потрясающе. Вы видели, как он убежал от противников. А потом, а потом забил в ближний угол. Это потрясающе. Вот вам, ну я говорил то, что мы покажем нашему тренеру, то, что мы тоже достойны играть в основном составе. Кстати, Утрехт, кажется, очень сильно открывается. У них очень много пустых зон в обороне. Которые можно... Это гол. Это гол. Фуф. Вратарь спас. Так, Форенс. Форенс, ты должен такое забивать. Почему он не бежал? Я вроде это, кнопку зажимал. Ну мы хотя бы прогрессируем. Мы хотя бы гол забили. И удар хотя бы какой-нибудь... О-о-о-о. Вальвик просто уничтожает Утрехт. Утрехт это один из самых крутых вот. Ну такой вот. Входит в топ-5 команд чемпионата Нидерландов. Это забили первый гол. Это потрясающе. Вот так вот. Ну что ж, это очень круто. Стоп, мне надо проверить. Да, записывает. Фуф, отлично. А то было бы это фиаско просто. Забили первый гол. А я не записал видео. Так, давайте... Ну что ж, увидимся в следующем. Что ж, наш Форенс. Данвертон. В основном составе против... Аякс это самая крутая, самая сильная команда Нидерландов. Ну прям в руки Андреа Нана. Андреа Нана это голкипер Аякса. Так, можно попробовать что-нибудь придумать. И, да, я пробовал что-нибудь придумать. Интересненький такой вот удар придумать какой. Давай мне пас. Ну гол. Хотя, хотя, вот в этом моменте... Ура, мы забили Аяксу. Ну не мы, а наша команда. Ну в этом моменте, мне казалось, я закрыл обзор вратарю. Ну да, я чуть-чуть закрыл обзор вратарю. Хотя и, в принципе, его защитник другой закрыл ему обзор. Ну блин, на меня надо было пас отдавать. Я был пустым. Гол. Мы уничтожаем Аякс просто. Я не понимаю, почему так происходит. Так. Гол. Отлично, мы тут... Это, Аякс уничтожили. Эх, Фаренса. Фаренс уходит. Давайте быстро посмотрим, что произойдет. Дальше. Так, посмотрим в ускорении быстро. Может быть, мы еще голов несколько сделаем. Хотя, в принципе... В принципе, мы и так уже победили. Это довольно круто. Так, интересно. Я вот не смотрел, что это за кубок. И кубок ли это вообще. Не знаю. Может быть, это даже какой-нибудь кубок. А, хотя нет. Ну, думаю, может быть, это какой-нибудь финал какого-нибудь кубка. Непонятно. Ладно. Давайте перейдем уже к следующему матчу. Всего в нашем выпусках будет по 5 матчей. Как вы видите, тут мы уже прошли в полуфинал. Или в четверть финала. Я так и не понял. Там странная какая-то таблица. Ну что ж, следующий матч будет против Пекс Воле. Это довольно хороший клуб в Голландии. Ну что ж, давайте к нему и перейдем. Что ж, мы в основном в составе, конечно. Это предсказуемо, конечно же. Потому что мы реально начали много в стартовом составе выходить. Кстати, я тут посмотрел. В принципе, для молодого игрока, нашему игроку, только 17 лет. Это довольно хорошая статистика. В 17 лет забить гол. В Месси, кажется, только 18 гол. Первый забил свой. Ну ладно, не будем. Бей! Ой-ой-ой. Все во вратарей. И штанги бьет. Ну или в космос просто. Отправляет новую ракету SpaceX. Но они все синие. И это довольно неудобно. Гол! Гол против Пекс Воле. Второй гол в нашей карьере. Вот, смотрите. А почему, кстати, у нас имя не написано? Может быть, в чемпионате Голландии не пишутся имена на футболках? Ну тогда просто посмотрите на мой 54-й номер. Ну и сейчас будет. Гол. Нам надо забивать еще один гол, как минимум. Гол! Вы только посмотрите, что это за гол был. Второй гол за матч. И вы посмотрите, какой он смешной получился. Прям какой-то конфуз прикольный. Я даже ничего не комментировал. Я думал, ну все, тут ничего уже не будет, но он перелетел. Ну уж, это наш уже третий гол. У нас уже три гола. Я даже не знаю, что, наверное, в головах противников. Они, наверное, просто боятся нашего игрока. Три гола. Три гола. Вы представляете? Против первый свой в карьере. Хат-рик. Три гола забили. Это 8,5 оценка. 8,5 это очень крутая оценка. Мы на пятом месте в чемпионате. Ну, Аякс мы уже точно не догоним. Но, в принципе, даже, может быть, за вторую строчку попробуем побиться. Так, 7 матчей и 4 гола. Это практически половина гола за один матч. Это очень крутая статистика. Но у нас еще остался один матч. Так, ну что ж, наш тренер сборной опять делает ошибку и нас не вызывает в сборную. Так, у нас матч против Гронингена. Сейчас будет очень грустно то, что мы не попали в сборную. Ну, наверное, это просто потому... Так, мы в стартовом составе. Это, наверное, потому, что мы забили в одном матче, ну, хоть 7 матчей и 4 гола. Но, в принципе, это можно сказать, мы 3 забили в одном матче. И, в принципе, мы, может быть, даже и не крутой игрок, а просто у нас нас пробило на 4 гола. Вот как-нибудь так. Ура! Гол! Это наш пятый уже гол в 8 матчах. Это очень крутая статистика, как для 17-летнего и 10 голов. Но он решил поменять прическу после этого матча. А какая прическа у него будет новая, узнаете, конечно, во следующей серии. Да уж. Были моменты, когда он мог нам отдать пас. Но он решил сам пробить L. Гол! Мы разгромили просто Гронингем. 3-0. Элберс опять забил. Да уж, грустно то, что героем матча станет Элберс. Хотя довольно хороший момент, то, что плотная опека сейчас стоит на Элберсе у Гронингена. Может быть, нас будут меньше опекать игроки, но нет. Так не произошло. Ладно. Ну, на этом мы можем уже прощаться. Сейчас я покажу нашу статистику. Так, отлично, гол. Мы один забили. Почему наш? Так, ладно. Так, ну что ж, давайте посмотрим статистику нашего игрока и нашей команды. Так, ну что ж, мы вышли на 4-е место. Мы можем даже Фейнор попробовать обогнать и Гераклис. Если мы победим, а Гераклис Фейнор проиграет, то мы можем войти на 2-е место. Хотя нас преследуют Эмин и Адо Денхак. Так, ну что ж. У нас 8 матчей, 5 голов. Рейтинг 69 пока что. Но, надеюсь, скоро рейтинг увеличится. Всем пока.